Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Узнала о проблемах из первых уст. Взяла решение на контроль. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с родственниками мобилизованных. Стал последним аккордом. В Самаре 4-й Всероссийский театральный фестиваль «Русская классика. Страница прозы» завершился показом спектакля «Шинель» по мотивам повести Гоголя. В Самарском регионе с визитом побывал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором Дмитрием Мазаровым он оценил строительство нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы на 100 мест и остался доволен увиденным. Министр отметил скорость возведения объекта. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Необходимость в строительстве нового корпуса инфекционной больницы назрела давно. Старое здание на улице Шверника было построено в 1948 году для размещения в нем детского сада, а в 1964 году его переоборудовали под больницу. Благодаря нацпроекту здравоохранения, инициированному президентом страны Владимиром Путином и при активном участии главы Самарской области, который поддержал проект, в Самаре скоро откроется детская инфекционная больница на 100 мест. На сегодняшний день готовность объекта более 80%. Ход работы оценили министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Очень важно соблюдение сроков. И в этом, конечно же, ответственность каждого губернатора, кто получает дополнительное федеральное софинансирование. И вот здесь я хотел бы сказать слова благодарности, потому что объект сдается с опережением графика. Мы видим, что с высоким качеством идут работы. Сейчас уже идут подготовительные работы для приемки законтрактованного оборудования. Эти новые, уже вот этот инфекционный стационар для детей, он уже сделан с учетом опыта и ковид-инфекции. Колоссальный шаг вперед сделала система регионального здравоохранения. И во многом это стало возможно благодаря идеям, которые разрабатывали здесь, в Самарской области, Михаил Бедович Мурашко. Именно здесь, на Самарской земле, когда-то он инициировал разработку на программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая потом стала программой федеральной. И вот тот масштаб изменений, который происходит сегодня по всей стране, конечно, это благодаря в первую очередь этому мощному драйверу Министерству здравоохранения, поддержке, которую Михаил Бедович оказывает регионам, которые получают от президента страны. Мы видим вот такие колоссальные изменения в системе здравоохранения. Сейчас в строящемся корпусе ведутся работы по подключению коммунальных сетей, чистовой отделке и благоустройству территории. Запланирована поставка мебели и медицинского оборудования. Слава Богу, благодаря соответственно федеральным проектам здравоохранения и региональным проектам здравоохранения, вот построено это здание мощностью 100 коек, обеспеченной реанимационной помощью, рентгенологической помощью, соответственно специализированная ультразвуковая диагностика. Все сделано согласно требованиям санитарно-эпидемиологической службы. Это и соблюдение потоков больных, это для госпитализации особо опасных инфекций, которые соответственно требуют очень хорошей изоляции больных. Завершить строительные работы на стратегически важном для региональной системы здравоохранения объекте планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика, что стало традицией для Самарской области. Уже в первом квартале 2023 года корпус должен быть готов к приему маленьких пациентов. Виктория Шаре, События. В рамках рабочей поездки в регион министр здравоохранения России Михаил Мурашко вместе с губернатором Дмитрием Азаровым оценил уникальные разработки и цифровые решения Самарского государственного медицинского университета и научно-исследовательский потенциал ВУЗа, одним из ключевых направлений которого является развитие инновационной деятельности. Подробности далее. Запуска центра серийного производства СамГМУ Три, два, один, старт! Производство научных разработок Самарского медицинского университета теперь в регионе будет поставлено на широкую ногу. Развитие инновационной деятельности является одним из ключевых направлений ВУЗа. Здесь выстроена многоуровневая инфраструктура, которая включает в себя Центр прорывных исследований IT-медицина и научно-производственный инжиниринговый центр, где команды из врачей, IT-специалистов, инженеров ведут разработку продуктов для цифрового здравоохранения и медицинского образования. Более 25 научных проектов уже реализованы благодаря индустриальным партнерам, в числе которых более 30 корпораций и компаний, как государственных, так и частных. Кроме того, ВУЗ является активным участником научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Вот сейчас мы находимся, может быть, это и выглядит просто как обычная производственная площадка, но, по сути дела, это жизнесберегающая и позволяющая человеку быть активным производством. Для нас, для медиков, конечно, это шаг в новую реальность, когда мы не только лечим, не только белый медицинский халат, но и станки, оборудование, когда мы позволяют нам уже фактически для человека эта медицина будущего. Здесь наладят серийное производство оборудования для реабилитации в рамках госпрограмм, оборудование для высокой хирургии, нейрохирургии, а также индивидуальные, так называемые, аддитивные технологии, которые позволяют изготавливать импланты для конкретного человека, для людей, перенесших онкологические заболевания, импланты, которые позволят сохранить качество жизни человека. Сначала созданный центр прорывных инновационных технологий. Следующий шаг – инжиниринговый центр. Разработка, внедрение и теперь серийное производство. Конечно, это огромный шаг вперед, это выстраивание технологической цепочки производства уже конечного продукта. Конечного продукта, который нацелен на здоровье людей, на здоровье нации. Михаил Мурашко оценил интерактивный анатомический стол «Пирогов». Это первый российский атлас, позволяющий в интерактивном режиме работать с трехмерными моделями органов человека в норме и патологии. Оборудование поставляется в российские профессиональные образовательные учреждения, школы с медицинским профилем. Михаил Гермоленко, Виктория Шаре. События. Устранить последствия урагана и подготовиться к предстоящему похолоданию. На еженедельном совещании в мэрии глава Самары Елена Лапушкина поручила коммунальным службам города быть начеку и своевременно реагировать на сюрпризы погоды. Чтобы снегопады, которые прогнозируют синоптики, не застали жителей столицы региона врасплох, подготовиться к морозам и осадкам нужно заблаговременно. Особенно это касается представителей управляющих компаний ТСЖ и ЖСК, ответственных за содержание дворов и внутриквартальных проездов. Какие еще вопросы затронули на совещании в администрации города, расскажет Ольга Павлова. Последствия урагана, который накрыл Самару в минувшие выходные, коммунальные службы города устраняли в ночь на воскресенье и понедельник, но с началом новой недели работы по ликвидации сюрпризов, которые приготовила погода, продолжились. Из-за сильных порывов ветра в областном центре были зафиксированы повреждения опор освещения, облицовки фасадов, светофоров и деревьев. От жителей Самары поступило порядка 30 обращений с просьбой привести в порядок городские локации, пострадавшие от стихии. Однако сильный ветер, по прогнозам синоптиков, не последнее, что стоит ожидать жителям столицы региона. Свой характер погода вновь покажет в ночь на 15 ноября, когда температура воздуха опустится до минусовых значений, а на смену дождям придут снегопады и гололед. Конечно, все это максимально быстро восстанавливаем. Да, прогноз погоды говорит о том, что в ближайшие дни будет снег, метель, гололедница. Все городские службы максимально готовы. У нас есть запас песка, противоголедных материалов, у нас техника перешла все на зимнее навесное оборудование. Но и, к счастью, практически вся дорожная техника, которую мы покупали в Ленинг, практически вся сейчас находится в городе и готова к работе. Чтобы снегопады, которые прогнозируют синоптики, не застали жителей столицы региона врасплох, подготовиться к морозам и осадкам нужно заблаговременно. На чеку нужно быть автомобилистом, сменить летнюю резину на зимнюю и, с учетом плохой видимости на дорогах, в период снегопадов быть особенно внимательными к пешеходам. А представители управляющих компаний ТСЖ и ЖСК, ответственные за содержание дворов и внутриквартальных проездов, должны своевременно реагировать на последствия непогоды. Управляющие компании, председатели домов ТСЖ и ЖСК мы сориентировали, они взрослые, грамотные люди, которые должны ответственно относиться к своим территориям. Очередное напоминание от нас они получили, что в ближайшие дни будет непогода, они должны быть готовы. Обсудили на совещании в мэре и итоги регулярных перевозок на садово-дачные массивы в 2022 году. В этом сезоне было организовано 29 дачных маршрутов, на которых работало 52 автобуса средней и большой вместимости. С мая по октябрь перевозки осуществлялись 4 раза в неделю, а в октябре их число сократили до 2 в неделю. Маршруты отправлялись с 9 пунктов, расположенных в административных границах городского округа Самара. Волжский, Красноярский, Кенельский и Красноармейские районы. Все пункты были обустроены остановочными павильонами. У нас полное отсутствие жалоб на качество транспортного обслуживания со стороны наших пассажиров. Расчетный тариф в 2022 году для жителей не поменялся. То есть стоимость проезда на садово-дачных маршрутах не увеличилась и составляет от 24 до 40 рублей по садово-дачной транспортной карте. 15 рублей 60 копеек по карте школьника и от 29 до 159 рублей за оплату наличными или по банковской карте. В этом году на садово-дачные участки было перевезено более 696 тысяч человек, что на 7% больше, чем в прошлом. Наибольший пассажиропоток был зафиксирован на маршрутах 165, 171 и 181. В 2023 году старт садово-дачных перевозок запланирован на 15 апреля. Но, как отметили в городском Дептрансе, дата может измениться. Все будет зависеть от погодных условий. Ольга Павлов, Василий Колдашов. События. Получить ответы на важные вопросы. В Самаре прошел единый межведомственный консультационный день для семей мобилизованных. Родственники могли поговорить с главой города Еленой Лапушкиной, с представителями разных департаментов и министерств, а также с сотрудниками военкомата, к которым было больше всего вопросов. На встрече на площадке Дома культуры «Заря» присутствовали и специалисты крупнейших банков, чтобы сразу на месте можно было оформить кредитные каникулы. Много вопросов звучало о социальных мерах поддержки. А сейчас в регионе мобилизованные жители могут рассчитывать на льготы, среди которых бесплатное обучение детей до школьников в детских садах и бесплатное горячее питание в учебных учреждениях. Помимо таких межведомственных встреч, консультировать и помогать продолжают и на уровне районов. За семьями мобилизованных закреплены кураторы, а главы районных администраций проводят личные приемы и индивидуальные консультации практически ежедневно. Такие консультации продолжатся и в будущем. Специалисты постараются решить все возникающие вопросы. Мы постараемся все вопросы концептуальные, общие, решить в ближайшие 2-3 месяца, если возникает вопрос. Ну а там в каждом внутригородском районе такие консультационные дни проходят более узким кругом, потому что не каждая семья захочет прийти сюда, озвучить свою проблему. По всем вопросам в личный кабинет. Жители Самары могут через ресурсные центры, которые работают во всех внутригородских районах, получить доступ к платформе госуслуги. Сегодня специалисты МФЦ напомнили о возможностях информационного портала жителям поселка Кряж. Подробности в нашем сюжете. Наталья Незамединова в поселке Кряж живет уже 22 года. На пенсии зря времени не теряет. Помогает шить одежду для мобилизованных солдат, которые сейчас находятся на Донбассе. В цеху трудится с утра до вечера, нет даже минуты свободного времени. Говорит, все проблемы решает через портал госуслуги. Но уже несколько дней не может зайти в свой личный кабинет. Потеряла пароль от учетной записи. За помощью обратилась в отделение местного ресурсного центра. Там проблему решили в кратчайшие сроки в результате эффективного взаимодействия администрации городского округа Самары и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Узнала, что у нас в районе сегодня СМФЦ принимают. У меня вот возник вопрос. Ну, потеряла я пароль. Хотела бы вот восстановить его. Поэтому вот прям с удовольствием пришла. Все это рядом, близко за домом. Очень удобно. Очень хорошо, что здесь вот есть такое вот место, куда можно прийти, обратиться. Так что нам это нравится. Такие приемы граждан проходят по графику в ресурсных центрах, которые созданы в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, Мойдо». Здесь специалисты МФЦ помогают жителям начать или продолжить использовать возможности портала госуслуги. Через него можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, оплатить штрафы, коммуналку, поменять паспорт. И это далеко не весь перечень возможностей. Спектр услуг, который оказывает данная платформа, востребован. И так, например, можно через эту платформу любому жителю заявить свой вопрос или обозначить проблему в рамках своего дома. И через некоторое время получить там же ответ специалистов или ведомства. Век цифровых технологий вынуждает людей перебегать к современному методу решения многих проблем. Сотрудники МФЦ подскажут алгоритм действий, который поможет оперативно справиться с ними. Специалисты МФЦ на территории районов в удобных пунктах для жителей помогают восстановить или заново открыть учетную запись на системе госуслуги «Решаем вместе». Это огромная платформа, на которой жители могут получить как информацию, так и сами государственные муниципальные услуги. По словам специалистов, такой диалог с жителями сейчас играет важнейшую роль в работе администрации районов. Виктория Шарая, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. На рынке вторичной недвижимости сложилась благоприятная ситуация для покупателей. Об этом заявил первый вице-президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства Павел Сигал. Предложений на вторичном рынке сравнительно много. Увеличить спрос в этом направлении помогут скидки от продавцов и общее снижение рыночных цен, отметил экономист. Он считает, что активация инвесторов, которые подбирают выгодные варианты для вложения в недвижимость, повлияла на средние значения спроса и динамику рынка. Введение новых мер поддержки ипотечного кредитования подстегнуло бы рынок жилья и сократило бы разрыв между объемом предложений первичного и вторичного рынков недвижимости, высказался специалист. В Самаре продолжается строительство новой станции метрополитена. Основной фронт работ на улице Галактионовской, в скверах на пересечении с Вилоновской и перекрестки Галактионовской-Красноармейской. Здесь в будущем возведут станционный комплекс, также займутся проходкой перегонных тоннелей. Подготовка включает в себя вынос водопроводных, канализационных, электрических, тепловых сетей. В частности, закрытым, бестраншейным способом продолжается переустройство водовода. Работа сосредоточена под землей, а потому никаких неудобств ни автомобилистам, ни пешеходам не доставляют. Трубы сейчас протягивают через Галактионовскую. Решение о переустройстве водовода принято в связи с тем, что коммуникации проходили по улице Красноармейской, там, где, согласно проекту, будет заканчиваться тягово-понизительная подстанция станционного комплекса. В итоге водовод вынесут теперь чуть дальше прежнего места расположения. Рядом, непосредственно в зоне метростроя, идет подготовка, предстоит разработать котлован. В дальнейшем, когда достигнут глубинные отметки в 20 метров, сюда доставят тоннели проходческий механизированный комплекс, а в начале декабря начнут его складирование. А в середине декабря текущего года уже в готовом стартовом котловане намечен монтаж будущего щита, который пройдет под землей к улице Полевой. Параллельно инженерные коммуникации переустраивают и в районе перекрестка в границах улицы Самарской, Полевой, Новосадовой. Данные виды работ находятся здесь в завершающей стадии, в целом выполнены на 70%. В зоне метростроя на этом перекрестке был предусмотрен вынос водовода, переустройство ливневого коллектора, а также перенос сетевых кабелей. В дальнейшем в этой локации будет стыковка тоннелей. В ближайшее время запланировано переподключение водовода. А когда все сети будут переподключены, специалисты займутся бурением. Временно в районе этого перекрестка ограничено движение транспорта. Схема организации дорожного движения по периметру претерпит изменения после того, как завершится восстановление благоустройства проезжей части дорог, задействованных в переустройстве сетевых коммуникаций. Планируется открытие двух полос движения вверх по улице Полевой. Также будет возможен правоповоротный маневр с улицы Самарской на улицу Полевую. Помимо этого, будет свободной одна полоса улицы Новосадовой при следовании от улицы Первомайской с выездом на улицу Полевую. При строительстве метро повышенное внимание уделяет сохранению элементов архитектуры, зеленых насаждений, также стараются минимизировать неудобства для горожан. Отмечу, что все работы, сопряженные со строительством станции метро Театральная, находятся на непрерывном контроле. Его осуществляют региональный заказчик и подрядчик совместно с мэрией и профильными службами областного центра. Согласно расчетам специалистов, после завершения строительства первой ветки Самарского метро и ввода в эксплуатацию Театральной до 7-8 минут может сократиться интервал движения электропоездов подземки. А путь между конечными станциями займет около 20-25 минут, за которые из отдаленных районов города можно будет добраться до исторического центра, где расположено большое количество социокультурных площадок, в том числе музеев и театров. Я рад, я надеюсь, что наше метро будет прирастать станциями, прирастать теми людьми, которые туда стремятся спуститься. В Самаре завершился 4-й Всероссийский театральный фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». Актеры из разных городов страны показали зрителям интерпретации художественных произведений классиков русской литературы. Горожане могли сравнить свои впечатления от прочитанного с тем, что увидели на сцене, и подробности у Светланы Тимофеевой. В Самаре завершился Всероссийский театральный фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». Подобных фестивалей в нашей стране нет, а потому холодная и ветреная погода не помешала собрать аншлаг в театре драмы «Камерная сцена». На сцене шел спектакль по мотивам повести Гоголя «Шинель». Нас не испугала погода, потому что я этот театр знаю давно, я классный руководитель, поэтому свои классы я вожу практически на все спектакли. Очень нравится труп, очень нравится ваш режиссер, вообще вот эта камерная обстановка. Спектакль «Шинель», который поставил Самарский театр для детей и молодежи, «Мастерская», завершил 4-й Всероссийский фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». Организовала его администрация областного центра совместно с театром «Камерная сцена» и Самарским отделением «Союза театральных деятелей России». «Как никогда именно сейчас актуально проведение фестиваля, который сохраняет и укрепляет наши традиционные русские ценности. Сохраняет главное – уважение к человеку, достоинство, добро, отношение к семье, к своему другу. Все это заложено в этом фестивале». На фестиваль, который проходил в Самаре с 8 по 13 ноября, съехались 8 театров из разных городов страны – Санкт-Петербурга, Тамбова, Арзамаса, Тольятти. Уникальность фестиваля в том, что актеры ставят спектакли не по пьесам, а на основе русской классической прозы. «Мы получили удовольствие впервые на этом фестивале. Мне кажется, сама идея фестиваля замечательная – пройтись по страницам прозы, потому что проза – это, в общем, как бы часть театра, но за прозы не всегда берутся, потому что переводить на язык сцену достаточно сложно. «Фестиваль – это слово даже такое фестивальное. Понимаете, это всегда, когда встречаются, когда обмениваются опытом, знакомствами, радостью, улыбками. Из этого и состоит театр». Всего в Самаре было показано 9 спектаклей, которые смогли увидеть почти 2000 зрителей. Нравственной сутью постановок стали традиционные духовные ценности, о которых писали русские классики литературы. Под занавес члены жюри наградили актеров в пяти номинациях. Гран-при за лучший спектакль получил творческий коллектив «Театр Самарская площадь». Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале Департамента образования Самары напоминают, что 18 ноября будет проводиться дополнительное распределение свободных мест в детских садах на 22-23 учебный год. Для успешного проведения процедуры родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг в разделе «Поиск заявлений». В случае обнаружения в заявлении неточности и утративших силу сведений, необходимо обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений. Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке. О предоставлении места для ребенка в дошкольном учреждении родителям сообщат специалисты в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. В телеграм-канале железнодорожного района рассказывают, чем чревата неформальная занятость, то есть работа без официального оформления трудовых отношений. Неоформление с работодателем трудовых отношений влечет за собой негативные последствия, как для работника, так и для работодателя. Работник остается без всех социальных гарантий. Он также не защищен от травматизма и профессиональных заболеваний, поскольку исключается из сферы действия закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Работник лишается гарантированного минимального размера оплаты труда. Что касается работодателя, то за установление нелегальной выплаты заработной платы ему грозит ответственность, предусмотренная статьей 419 Трудового кодекса Российской Федерации. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары напоминает, что 15 ноября в 16.30 во всех районных подразделениях пройдут дни открытых дверей. Это отличная возможность для жителей задать интересующие вопросы. Основные темы меры социальной поддержки, в том числе новые выплаты, универсальные пособия для несовершеннолетних, социальная поддержка в виде социального контракта по поиску работы, отдых и оздоровление несовершеннолетних в учебный период, трудности в воспитании подростков, профилактика нарушений родительско-детских отношений, правила поведения в общественных местах, информационная безопасность в сети интернет. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. И сегодня выясняем, сколько, по мнению наших подписчиков, должны длиться новогодние каникулы. 39% опрошенных сказали, что 10-14 дней, 29% считают, что 3-4 дня, и 32% опрошенных считают, что 7-8 дней. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok